Доброго времени суток! Сегодня я хочу рассказать вам о муравьях Dolichodarius quadri punctatus или же по-другому четырехточечные муравьи. Но эти муравьи, так сказать, не такие далеко четырехточечные. Они довольно-таки интересные морфы, какой-то редкой, что видно только всего лишь две точки на них. Вот. Эти муравьи я получил от Виктора Кожаева. Большое ему спасибо за то, что он их поддержал мне и отправил чуть позже. И также хочу поговорить о деревянном фармикарии, в котором они живут. За это спасибо Дмитрию Снавальникову. Это мастер своего дела. Он делает красивые вещи из дерева. И деревянный фармикарий действительно на него смотрится очень здорово. И также отдельно поговорим о арене от Дмитрия Келлера. Вот. Ну что я хочу вам сейчас показать так аккуратненько эту семейку, которая живет здесь. Вот они. Достаточно шустрые ребята. Такие, сказать, сообразительные. Еще быстро мобилизуются. Но о них я, конечно же, расскажу более подробно, когда я буду писать пост. Там я более опишу все, что наблюдал за ними. И также вот хочу показать вам расплод их. После того, как они переселились в фармикарии, на следующий же день матка дала там расплод. Вот. Ну, конечно, не посчитать, сколько яиц, но было достаточно. Сейчас, конечно, здесь их не увидеть. Матка сама по себе тоже маленькая. Вот. Ее трудно заметить. Но определить можно чуть более она размером. И у нее более высокий такой торакс. Вот. Более массивный. Вот. Сейчас поговорим об арене. Она достаточно большая, удобная. Здесь наблюдается за тем, как муравьи пьют медовый сироп. Вот. Сейчас более крупным планом покажу вам саму себе арену. Вот она такая вот. И хочу показать вам еще один фармикарий, который я выиграл на аукционе от Дмитрия Сновальникова. Это достаточно большой фармикарий. И если все-таки мне удастся поднять колонию до больших размеров численности, если это вообще возможно для этого вида, то я их переселю уже туда. Арену я сейчас закрыл, так как эти муравьи очень быстро бегают. У них очень быстро мобилизация. И, ну, собственно говоря, я сейчас могу вам показать. Открыть крышку. Этот вид живет исключительно на дереве. Редко когда-либо он опускается на землю. И то при обстоятельствах, там, если ветка сломалась или еще что-то, так вот они фаражируют на ветках, на деревьях самих. И лед у них тоже происходит на дереве, даже внутри гнезда. Поэтому с редким исключением бывает такое, что матки, которые фаражируют для создания своей колонии, бывает такое, что они, естественно, могут упасть с дерева и их можно будет поймать. Ну и поднять эту матку тоже не так уж и просто на самом деле. Ну, в целом, что еще я сейчас захочу рассказать, я это еще добавлю в комментарии над постом. и дополнительные что-то буду писать. Также буду выкладывать от них чаще посты. Также буду стараться снимать видео. Семейка себя достаточно хорошо чувствует. Аппетит у нее есть, но питается она только медовым сиропом. То есть, личинок знахаря или туркменских тараканов она пока не ест. Ну, вот, в общем-то, так вот. Марий на самом деле действительно интересный. И, ну, не знаю, я даже для него описания собирал с разных источников и также с журналов и прочего. И интересно. Я буду наблюдать за ними дальше. Надеюсь, у меня получится увидеть собственными глазами, как эта семейка будет разрастаться и будет радовать меня. Сейчас покажу еще раз более таким крупным планом. Ну, еще, конечно, могу и вот так вот. мне на самом деле сейчас интересно наблюдать тем, как они пьют сироп. И еще, кстати говоря, да, я не рассказал. Здесь это поилка большая, и здесь вот маленькая поилка. Эти муравьи примечательны тем, что они не нуждаются в влаге, они живут исключительно в дереве, и вода им нужна, ну, разве же, лишь для того, чтобы, ну, то есть, как бы, так скажем, они сами самостоятельно уважняют свой дом, если им это нужно, вот, и прекрасно находятся, то есть, при очень низкой влажности. Вот. Вот, собственно говоря, вот так вот. Ну, на этом, пожалуй, точно все. Всем до встречи, и спасибо, если вы досмотрели все же это видео до конца, если у вас будут какие-то вопросы, пишите там комментариями, или пишите мне в личку, пообщаемся, и я думаю, будет интересно.